у меня отец спортсмен и он с детства нас тренировал даже когда мы не ходили в разные секции утром возбудил у нас с братом на утреннюю зарядку выходили в итоге выработал у нас такой спортивный дух что я попал в секцию вольной борьбы и все меня там заценили я профессионально начал заниматься у меня начало получаться несколько раз был чемпионом республики таким образом попадал на чемпионаты мира выступал за рубежом в общем спортивная карьера мне тоже интересно она во взрослой жизни не продолжилась из-за многочисленных травм последнее увеличение она была связана с горами тоже лыжи горные лыжи и очень сильно меня затянуло как и всем известно у личников проблема это межсезонье то два месяца катаешься 10 месяцев потом ждешь особенно последний 9 9 там или 8 месяца ты уже как говорят токсикоз ужасный ты начинаешь искать где бы варианту какой нибудь ледник подняться или еще чего-то внутри тебе сама по себе либо это фильмы да либо это что было передо мной начали появляться мотоциклы таким образом я быстро пришел к мотоциклам я начал с легкого более слабого мотоцикла как и в лыжах в лыжах тоже есть начинающие средние и профессиональные также нельзя сразу брать профессиональные потому что руки-ноги поломаешь я взял кавасаки ниндзи 200 объемом 250 кубических сантиметров вроде бы считается одним из самых-самых слабых мотоциклов да спортбайков с другой стороны он развивает 160 километров в час просто в мире не то считается там одним из самых слабых спортбайков таким образом я взял его и на нем учился не падал и травмировался слава богу не сильно слава богу это все обошлось это не такая техника которая тебе позволит обезопасить стукнулся и остановился как на машине такого нет тут обязательно хотя бы упадешь какие-то ссадины минимально получишь я пошел в экономический факультет кыргызского государственного национального университета так получилось что я попал в финансовую полицию я ушел оттуда в органы статистики достаточное время там поработал в органах статистики потом в частном секторе поработал я попал в белый дом в отдел экономики и финансов и там провел много времени начинал с май самого низкого это были референты и эксперты и дошел до заведующего отделом очень много времени на это отдал каждый день в костюмах в галстуках каждый день встречи только семьи не видишь личной жизни практически нет работы очень много у меня был некоторый конфликт такой человеческий фактор сработал и я просто ушел с работы с белого дома и оказался безработным полгода был безработным и тогда я понял что оказывается у меня ничего нету что я вот всегда надеялся на госслужбу всегда там зарплату получал небольшую которую еле-еле покрывал на что-то и тут я понял что оказывается все я на улице я никому не нужен тогда у меня мозги начали работать чуть по-другому я понял что надо было быть предприимчивым заниматься каким-то бизнесом и таким образом я уже понял что что ты должен делать когда я стал байкером вообще молодой байкер в отношении других то есть я не не катался на советской технике на уралах на ежах там тем более на мопедах в жизни не катался не пробовал даже будет я боюсь даже этой техники когда я пришел в мотомир байкеры друг другом практически не общались и практически друг друга не знали они дружили по два по три по пять по восемь какие-то группы были и толком друг друга не знали тогда может быть у меня такой характер я начал с одним дружить с тем я почти со всеми группами задружился и понял что надо что-то как-то объединять как-то потому что все равно когда вместе когда большее количество собирается она намного интереснее и даже когда ты едешь там не два мотоцикла а десять куда ты едешь да и у тебя внутри что-то вот такое появляется и это намного интереснее мы начали с нашим одним другом начали делать совместные покатушки мы их так и назвали воскресные покатушки воскресенье 10 часов мы на объездной на заправке говорили в 10 часов встречаемся кто хочет все присоединяйтесь видать потребность была большая в первый же день там человека 4 пришло потом в следующей неделе 5 потом 8 толпа начала расти буквально с каждой недели мы начали кататься собрались в группы начали встречаться часто начали кататься в конечном итоге нас начали звать на разные мероприятия где-то помочь где-то что-то сделать где-то кого-то поддержать мы сами хотели что-то организовывать таким образом в баре мы начали проводить различные вечера различные вечеринки в нашем этой жизни и сложилась некоторая традиция которую мы делаем каждую неделю допустим каждый понедельник у нас день просмотра фильмов то есть на большом экране нас все садимся и смотрим фильмы вместе сначала мы смотрели только мотофильмы но потом они кончились быстро и вам пришлось смотреть то что нам нравится уже ребята сами заказывают и мы смотрим фильмы каждый вторник у нас день сосисок то есть это вот за этим костром мы все собираемся разжигаем костер сидим за костром и каждый кто хочет приносит с собой сосиски почему мы это все начали делать это потому что мы оказывается очень давно не разжигали костры просто человек давно не смотрит в небо на звезды не разжигает костры то есть люди в цивилизацию вошли настолько что только телефоны гаджеты телевизоры таким образом у нас появилось дело что надо еженедельно нам садиться в простой обстановке разговаривать разжигать костры у нас есть еще такие моменты когда ребята вдруг приехали да и захотели пить что делать ты на мотоцикле при этом вот охота вот жара тебе охота выпить пиво для этих случаев у нас есть такая хорошая я скажу даже не знаю услуга или там возможность оставить свой мотоцикл мы их оставляем в нашем гараже с охранностью закрываем все это и парень может не переживать байкер может не переживать он спокойно отдыхает пьет кушает и уезжает на такси на следующий день приезжают и забирают свой мотоцикл со временем нас становилось больше и мы начали понимать что есть много направлений в мото жизни и мы поняли что кроме спортбайков есть еще эндуробайки да это езда по горам по барьерам природным есть мотокросс это спортсмены профессиональные спортсмены которые по специальной подготовленной трассе они летают вылетают то есть там очень интересно и мы поняли что просто мероприятий просто для себя вот этих веселых мероприятий организация этих мероприятий этого нам не хватает нам надо обязательно брать стороны спорта именно мотоспорта и у нас в целях как раз таки нашего сообщества тоже есть развитие мотоспорта и таким образом мы в прошлом году начали поддерживать два вида спорта это мотокросс и эндуро эндуро мы в том году впервые вообще в кыргызстане провели эндуро турнир это было очень интересно оказывается много людей даже не мотоциклистов интересуются этим в этом году мы уже провели первый международный турнир кубок содружества это россия казахстан и узбекистан и кыргызстан спортсмены со стороны снг приезжали и выступали порядка было 100 спортсменов и это было очень высокий поначалу приходилось все делать самому раньше я был и ведущим я и фотографом был везде бегал везде этот все старался делать уставал ужасно все придумал сам приходилось там очень много придумывать какой-то какой-то креатив ну а сейчас намного проще сейчас есть команда есть определенную я с ведущими сажусь на два часа и мы с ними начинаем придумывать все это веселье все эти мероприятия весь сценарий с фотографами мы обговорим какие моменты надо фотографировать и распределяем все именно функционально в настоящее время мы проводим можно сказать три вида мероприятия это веселухи да то есть праздники для себя как для нас для города то есть это и шоу и мотошоу на площади победы мы каждый год проводим и разные вот будут басик-пати да это тусовка в бассейне много из таких мероприятий интересных вторая часть это спортивная о которых я рассказал то есть это имбиро и мотокросс то есть мы поддерживаем именно мета спорт и развиваем эту культуру и третье немаловажно это благотворительность то есть мы в свою очередь чувствуем за собой некоторую социальную ответственность и мы занимаемся благотворительностью к этому мы очень быстро пришли то есть нас быстро нашли просили приехать в какую-то больницу покатать детей но при этом мы и сами делали шаги сами ходили в детдома где-то мы уже вот второй год нашли себе вот такое такое направление благотворительность это дети больные аутизмом и дети больные онкологическими заболеваниями вот у нас два направления два мероприятия ежегодных в этом году нам удалось собрать только чуть более 150 тысяч самов за один вечер в нашем году это было 141 тысяч самов кроме того мы проводим различные конкурсы и одним из конкурсов является мотоледи первый конкурс мотоледи в 2013 году он предполагал только конкурс фото сессии то есть каждая девушка выкладывала три фотки мы это все размещали на один сайт и там голосование шло ежедневно уже в 2014 году мы поняли что этого нам недостаточно что нам нужно чтобы девушки еще умели ездить знали правила знали какие-то нюансы о мотоциклах то есть были девушки именно в этой мото жизни и мы поняли что надо поставить главным призом мотоцикл ну и конечно же там поощрительную по номинациям разная бытовая техника вот какие-то хорошие такие призы мы очень так хорошо было воспринято мы даже не подозревали что много девушек как раз захотят ездить на мотоцикле наше сообщество начало жить очень такой активной жизни что на самом деле мы оказывается очень много мероприятий проводим и о нас начали слушать за рубежом сначала конечно это был казахстан потом узбекистан таджикистан и вот собственно и россия и европа начала нас слушать и таким образом люди начали приезжать к нам то есть они может быть и приезжали в бишкек в кургустан но в большей степени они проезжали бишкек потому что они ехали за шага после мы могли сразу уехать на и секунду потому что не ничто их не не ждал и не останавливая бишкеки ну а теперь они это как перевалочная зона перевалочный такой пост и они начали приезжать к нам сюда байкеры путешественники это путешественники сейчас в настоящее время у нас в хостеле здесь ночуют люди с европы с россией очень много-много гостей люди которые позиционируют себя как некоторый клуб некоторые группы или какое-то сообщество они обязательно везут себе наклеечки мы такие наклеечки тоже делали когда сами выезжали и вот у них вот у нас есть такая традиция что приезжаешь какой-нибудь байк-пост да мы так называем байк посты и клеим свою наклеечку это как некоторая метка что я здесь был вот этот наш старый шкаф нечаянно мы сначала одной приклеили потом второй и вот начали клеить 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 уже не вмещается и у нас вот уже на другой доске люди начали уже туда клеить в период развития мотокультуры в стране все садятся на спортивные байки то есть все идут за адреналином то есть езда быстрая езда вот тут чтобы вот прям тебя этот в зоне риска ты ездил пока развивается мотокультура люди начинают понимать что это это не самое главное мотокультуры в этой жизни байкеры переходят уже на другие виды мотоциклов это туристический есть спорт туры смешанные спортивные туристические были посадка удобнее комфортнее таким образом я тоже пришел к этому со временем что мне хотелось уже дальше ездить мне уже поездка на иссыкуль в тактагу в алмату она уже неинтересно но это для меня оказалось что вот просто это легко туда обратно съездил и связи с этим мы уже начали с прошлого года ездить на байк фестивале уже россии в том году 8 мотоциклистов 8 байкеров мы поехали в новосибирск мы ехали три дня был дождь причем это было много ветер пыль плохие дороги именно в путешествии выясняется очень многое какой человек были разные истерики на то есть мы ломались под дождем мокли было холодно ночь не высыпались то есть много моментов но мы съездили теперь уже сейчас мы с улыбкой на лице на лице об этом прям вспоминаем такие положительные такие эмоции что которых ты никогда не забудешь много туристов начала к нам приезжать я хотел бы немного рассказать мотоциклах на чем они приезжают они приезжают на различных мотоциклах бывают туристы которые очень большое желание имеют но специальной техники не имеют и приезжают на спартах даже но серьезно кто подальше ездит они ездят вот на таких мотоциклах это очень подготовленные к туризму то есть здесь видно что боковые кофры есть это такие сумочки и задний багажник есть здесь все необходимое вмещается есть подогрев ручек есть подогрев сиденья то есть это на случай если сильные морозы пошли но пока что гололеда нету то есть в этом случае этот мотоцикл может спокойно ехать и он тебе поможет хотя бы не замерзнуть и спокойно доехать во вторых очень комфортабельно именно когда сидишь то есть здесь посадка хорошая спина не устает тут много хороших моментов в целом люди готовятся очень серьезно одевают специальную одежду специальную экипировку всегда носят дождевики на случай дождей то есть нам приходится иногда в день 2-3 раза переодеваться быстро одевать сверху дождевики опять снимать то есть мы таким образом люди просто ловят кайф ездят путешествуют мы постарались создать максимально какие нужные условия это ночлег у нас есть хостел люди там ночуют со всеми удобствами у нас есть сервис зона в нашем байкпосту некоторые приезжие особенно москвичи я помню они назвали это место как байкпост центральной азии то есть им понравилось что здесь бар есть полноценно можно и покушать и выпить есть ночлег есть сервис зона и здесь сервис зоны все возможные моменты и сварка и ремонт и замена масла и чистка чего-то там цепи и там все 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 можно хорошие мастера работают в общем здесь все условия для туризма мы в сообществе приняли решение о том что почему бы нам не сделать общий наш магазин и вот таким образом мы построили этот магазин здесь можно сказать как акционерное общество как друзья члены сообщества где-то 30 человек является акционерами этого магазина небольшого пока что небольшого вот таким образом мы открыли здесь пока что все не самое необходимое первой необходимости потому что мы открыли в этом году и вот мы только начинаем у нас есть возможность расширяться уже ребята понимают что уже мы не вмещаемся здесь с продукцией и возможно будем уже строить еще дополнительно сзади удлинять расширять этот магазин байкеры это не профессия это какой-то образ жизни и в байкерах у нас есть и экономисты и банкиры и фотографы есть стошники мастера да и то есть все профессии это с одной стороны большой плюс что мы везде умеем своих людей и везде помогают нам с другой стороны мы все разные нас объединяет однако леса и вот эта жизнь